Высшие учебные заведения Республики завершили прием документов по результатам единого государственного экзамена. Подведены итоги диспансеризации взрослого населения за первое полугодие 2019 года. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном совещании в Доме правительства. В ВУЗе Республики на бюджетные места по очной форме обучения поступило более 14 тысяч заявок. Большинство выпускников хотят стать студентами ЧГУ имени Ульянова, Педуниверситета имени Яковлева и Сельскохозяйственной академии. Особой популярностью пользуются такие специальности, как педиатрия, стоматология, экономика, менеджмент, юриспруденция, строительство и другие. В техникумы и колледжи для получения рабочих профессий поданы более 2000 заявлений, из которых более 70% на базе 9 классов. Самыми востребованными оказались Чебоксарский электромеханический колледж, техникум строительства и городского хозяйства, Чебоксарский экономико-технологический колледж. Среди специальности среднего профессионального образования более востребованы на сегодняшний день монтаж и эксплуатация внутренних технических устройств, кондиционирование воздуха и вентиляции, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, информационные системы и программирование, электроснабжение, оснащение средств автоматизации, технологических процессов и производства, преподавание в начальных классах. На совещании подвели итоги диспансеризации взрослого населения. Эта программа в Чувашии работает с 2013 года и уже показала свою эффективность. Более 1 миллиона жителей воспользовались возможностью проверить свое здоровье. По результатам проведения диспансеризации здоровья могут себя считать 23% населения республики. Вторая группа здоровья имеет 11%, то есть имеется высокий риск развития хронических заболеваний. Третью группу здоровья 65,9% населения. Каждый второй житель республики требует динамическое наблюдение со стороны врачей-специалистов лечения выявленных хронических заболеваний. В результате диспансеризации выявлено почти 200 случаев злокачественных новообразований. Ранняя диагностика позволяет повысить эффективность лечения, отметил Владимир Викторов. Для этого в 2019 году профилактические медицинские осмотры объединили с диспансеризацией и сделали их ежегодными. Ольга Алексеева, Бахтер Велев, Республика.